Киев ответит за Донбасс Политика Рисунок к статье 20 февраля 2015 года 21.3 Светлана Гамзикова Текст фото-видео Киев ответит за Донбасс Россия требует создания международного трибунала по убийствам мирного населения на юго-востоке Украины Тема, сводки с Донбасса в Совете Федерации призвали создать международный трибунал по убийствам мирного населения на юго-востоке Украины Автор инициативы, сенатор от Крыма Ольга Коветиди предлагает официально обратиться в ООН с соответствующей просьбой на ближайшем заседании Верхней Палаты 24 февраля Как она пояснила газете «Известия», если мировое сообщество признает наличие военного конфликта и направит туда своих миротворцев, значит, оно должно признать и массовые убийства населения Донбасса Чтобы виновные, направлявшие военных Украины на штурм мирных городов, были наказаны «Мы должны заявить о неотвратимости наказания, заявить о том, что сегодня принципы защиты прав и свобод человека не являются пустым словом», говорит сенатор Но будет ли призыв российских сенаторов услышан? Уже год Запад старательно делает вид, что не замечает всего того, что творит украинская власть в Донбассе ООН лишь время от времени публикует данные по потерям Но каких-то серьезных шагов по предотвращению истребления стариков, детей и женщин не предпринимает Да и явно занижены эти ООНовские цифры, на 15 февраля 5665 убитых и 13961 раненых В то время как СМИ, со ссылкой на немецкую разведку, сообщали, что число жертв конфликта может достигать 50 тысяч человек В декабре прошлого года МИД РФ представил третье, обновленное издание «Белой книги», где собраны многочисленные свидетельства преступления на Украине в период с ноября 2013 года Там говорится, что украинские власти наряду с тяжелым вооружением и боевой авиацией применяют против населения Юго-Востока страны фосфорные и кассетные боеприпасы, системы «Град» и «Ураган», баллистические ракеты точка Что расследование крушения малайзийского Боинга по Донецкам, унесшего почти 300 жизней, спускается на тормозах теми, кто не заинтересован в установлении истины Однако международное сообщество почему-то не придает должного значения этим фактам Тогда есть ли смысл опять взывать к его разуму и чувствам и просить о правосудии? Глубоко сомневаюсь в том, что подобная инициатива найдет отклик в ООН И что подобный трибунал будет создан, признается кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков Запад любит организовывать международные трибуналы для того, чтобы судить своих противников или тех, кого они считают врагами А те, кто сейчас в Киеве, их Запад привел к власти Тут уместно будет вспомнить, например, международный трибунал по бывшей Югославии Мы знаем, что на этом трибунале фактически все подсудимые И, тем более, те, кто получил наказание, представляли исключительно сербскую сторону СП, а сейчас судившая сербов экс-прокурор трибунала Карла Дель Понти Пишет мемуары о страшных преступлениях боевиков освободительной армии Косова Поэтому я и думаю, что инициатива крымского сенатора уйдет в песок Но тут есть и другой аспект Подобные инициативы, скажем так, теребят Запад Не дают ему полностью отмахнуться от происходящих событий Не дают замолчать их Потому что все выносятся на публичное обсуждение Вновь поднимается вопрос о массовых убийствах людей на Украине В Донбассе, в Одессе, в Харькове, точка и так далее Как способ расшевелить в этом смысле международную общественность Инициатива может произвести положительный эффект Но не более того СП, виновные наказаны не будут Преступники не будут наказаны до тех пор Пока на Украине сохраняется нынешний правящий режим Пока там торжествует русофобский ультранационализм Известно, что сейчас на Украине происходят тихие зачистки Наиболее одиозных представителей неонацистского движения Которые публично засветились в этом деле Чтобы не устраивать суд и не организовывать политические процессы Их по-тихому убирают Тем самым, прячут концы в воду То есть исполнители убрали, а заказчики остались неизвестными Вот такая тактика в ближайшей перспективе будет иметь место Осуждение настоящих виновников кровопролития в Донбассе Возможно только после того, как будет осужден нынешний украинский правящий режим в целом Директор Института политических исследований Член Общественной палаты Сергей Марков Также уверен, что расследование проведено не будет Многочисленные факты преступления киевской власти против своего населения Хорошо известны Причем, существуют очень серьезные основания предполагать Что истребление мирных людей является частью сознательной стратегии Киева И эта стратегия подсказана ему кураторами из спецслужб Прежде всего, США, Великобритании и Польши Естественно, власти этих стран, пользуясь своим влиянием Заблокируют любые решения Поэтому пока перспективы посадить на скамью подсудимых всех тех Кто развязал эту бойню в Донбассе Рассматриваются, скорее, как теоретические СП, но трибунал по бывшей Югославии был создан очень оперативно В Югославии Запад перехватил власть и на правах военного победителя Судил тех, кого хотел, и как хотел Военные преступления судятся победителями, только так Здесь военных победителей нет Но в каждой войне рано или поздно кто-то побеждает Соответственно, мне видится несколько вариантов развития ситуации Первое, победить Донбасс Тогда военных преступников будут судить обязательно Всех этих Турчиновых, Аваковых и так далее Ну, кто еще не сбежал? Вариант второй, победит Киев Тогда все военные преступники будут объявлены героями Но есть и третий вариант Будет мирный процесс, когда сначала будет какая-то амнистия А потом родственники убитых, замученных и искалеченных Обязательно поставят этот вопрос И тогда процесс начнется, как это было с военными хунтами в Бразилии и Аргентине СП, потому что срока давности такие преступления не имеют Преступление против человечности не имеет срока давности И в Киеве это прекрасно понимают И поэтому никогда не пойдут на мирный процесс То есть, угроза суда за военные преступления является сегодня одним из важнейших факторов Сдерживающих мирный процесс По мнению известного адвоката Дмитрия Грановского Смысл обращения в самом обращении Мы должны заявить о преступлении Это как в обычный суд человек обращается с заявлением Когда совершенно определенное нарушение Могут возбудить дело, а могут отказать Но если ты не обращаешься Тогда никаких подвижек вообще не будет С юридической точки зрения подобного рода суд Аналогичный Гаакскому трибуналу, например Создается по решению ООН Но в украинском кризисе ООН показала свою полную неэффективность Показала, что не является международной структурой А является просто придатком Соединенных Штатов Тем не менее, мы должны соблюдать процедуру Мы должны обратиться в ООН И этот факт сам по себе важен С.П. поясните Тем самым мы переводим конфликт в совершенно другую плоскость Уголовно-правовую А ООН пусть нам отказывает Тогда это уже будут их проблемы То есть, мы обращаемся Мы представляем материалы Если они отказывают Без серьезного обоснования То покажут свою ангажированность А мы доказываем Что конкретная правовая процедура неэффективна С.П. А почему эти вопросы не может решать Скажем, какая-то другая структура Почему только ООН? Вообще разговоры такие ведутся О создании некоего международного трибунала Параллельно ООН Есть ведь такие страны, как Индия, Аргентина, Бразилия, Куба Вес которых на международной арене огромный А вон они представлены где-то на десятых ролях Это неправильно Так что речь вполне может идти о создании новой параллельной структуры с опорой не только на Европу и США Если сейчас нам откажут, а ситуация очевидная В Донбассе украинские власти ведут войну против своего же народа Мы таким образом можем сказать Ваша структура неэффективная Она нуждается, как минимум, в реформировании А, как максимум, вообще в замене Фоте, даст лишь EPA Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok